Приветствую вас, прочитал. Я ваш текст. Вот, ну, что можно сказать по первому впечатлению, да, это то, что вы неуверенный в себе, мнительный человек, который боится ответственности, который много в себе подавляет, вот, который подпочитает думать, а не делать, вот, который много себе запрещает, вот. И, соответственно, множество нереализованных желаний имеет место быть у вас. Вот. И, вы знаете, складывается такое впечатление, что у вас имеет место быть механизм навязчивости. Вот. Это идея навязчивых мыслей. Навязчивые мысли, это такая история, когда человек себе что-то запрещает, когда человек себе что-то не позволяет, вот, но при этом всё равно хочет того, что, ну, того, что не позволяет. Вот. И это выражается в виде определённых мыслей, вот. То есть, грубо говоря, каждый раз, когда вы чего-то хотите, каждый раз, когда вам что-то нужно, каждый раз, когда вы в чём-то нуждаетесь, вот, а вы в этот момент испытываете определённые мысли. Ну, то есть, чувствуете определённые мысли. Лучше сказать, наверное, будет это так. Вот. И, поскольку сами желания вы запрещаете себе, вот, то от желаний остаются только, собственно, вот, чувства. От желаний остаются только мысли, точнее даже. Не чувства, а мысли. Вот. Ну, если я прав, то работать, в первую очередь, нужно именно с механизмом навязчивых идей, вот, которые, по сути, являются запретом, которые, в свою очередь, были или были даны вам вашими родителями, вот. То есть, я так полагаю, что папа у вас либо был достаточно строгим, либо его не было вообще, вот. А мама, если была, то либо очень заботливая, либо подавляющая, вот. И, соответственно, отсутствие мужской фигуры, вот, у вас, в вашей периферии сыграло с вами злую щутку. Вот. То есть, подумайте, вот, просто подумайте, что вот эта история, да, которая с вами, ну, происходит. Она же, эта история очень похожа на что? На какие мысли? На мысли о чем? А, это же, по сути, это схоже с женским таким стилем, ну, ходом, стилем мышления, вот. То есть, это не мышка, не логика здесь у вас, это, вот, как бы. И, собственно, вопрос тогда возникает. А у кого вы, как бы, учились мышлению тогда? Да? Вот. То есть, откуда именно такое мышление у вас взялось? Вот. Ну, оно же, оно же откуда-то взялось, да, у вас? То есть, что-то надо ловить вас на мысль такую. Что-то толкнуло вас на то, чтобы мыслить именно вот, ну, таким образом, таким образом, как вы это делаете сейчас. Это не случайно. То, что происходит. Вот. Поэтому это нужно исследовать. Ну, и само мышление, да, оно тоже надлежит корректировке в вашем случае. То есть, с чего-то вы решили, что слова всегда пораждают действия. Вот. С чего-то вы так решили. Но с чего вы так решили? Почему вы так решили? Непонятно. Потому что слова – это просто слова, а действия – это действия. И, выходя из этого, я могу сделать вывод, что вы собой, ну, недостаточно хорошо владеете. Вот. Ну, то есть, не управляете собой. В необходимой степени. Вот. Ну, и в таком случае, в таком случае, если вы собой не управляете, значит, вы живете, живете как бы не собственными мыслями, не собственными идеями. Вот. Вот. Вот вы говорите, что я согласен с этими мыслями, да? Ну, вы согласны с чем? С чем вы согласны? С тем, что за мыслями всегда следует действие, но это не так. Тут не надо, тут не дело ни в согласии, или в согласии, или в нет согласии. То дело в том, что это объективно не так, потому что мысли – это мысли, а слова – это слова. Вот. Понимаете? И это говорит, опять же, об отсутствии у вас чёткой системы ценностей. То есть, нет фильтров. Вот. Фильтров нет. Что моё, что моё, что не моё, что ко мне относится, что не относится ко мне. Понимаете? Вот. Это в некотором стиле, в некотором роде, да, это такое вот детское мышление у вас. Ну, детское. Что слышу, то и чувствую. Что говорю, то и ощущаю. Ого. Ого. Это детское мышление. И, соответственно, подумайте. Вот. Просто подумайте. Что вам это даёт? Какую выгоду вы получаете от этого? Ну, просто вот спокойно поразмышлите на эту тему, на тему выгоды. Да. Да. Дальше. Значит. Ещё в школе начал заниматься аутотренингом. Зачем? Ничего. Ничего. Какие проблемы тогда были? Вот. Значит. Всё было хорошо, пока не появилась идея о том, что когда я не занимаюсь аутотренингом, у меня тоже есть мысли со словами-сразами, и они также по сути посоветуют слова. Они могут также легко запустить какое-либо другое действие. Знаете, я не очень вижу, зачем вы занимались в школе аутотренингом, но я точно знаю, что аутотренингом нельзя заниматься как бы самостоятельно. Да? Вот. То есть аутотренинг у вас должен кто-то научить. Это деликатный, очень деликатный, тонкий процесс. Вот. Это не может работать так, что вы просто взяли и сами научились аутотренингу. Не может так быть. Поэтому все ваши идеи, все ваши идеи, как вот соседний вопрос про аффирмацию. Посмотрите его. И мой ответ на него, кстати, тоже послушайте. Вот. Все идеи, это ваши домыслы, относительно того, как происходит, что происходит. Вот. Это ваши домыслы только. основаны на том, какие вы сделали выводы из этого. Но ваши выводы, понимаете, ваши выводы, не могут быть верными, потому что вы не специалисты в этой области, вы не разбираетесь в этом. В том, о чем мы говорим. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. И это важно, ну то есть важно, чтобы вы это поняли для себя. Вот. Важно, чтобы вы это увидели. Очень важно, чтобы вы это увидели для себя. Очень важно, чтобы вы как бы подвергали критике все то, что вы думаете. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Очень важно, чтобы вы подвергали критике все, что вы думаете. Потому что, иначе, иначе, ну, я могу представить, как вам тяжело живётся, вот, потому что, ну, да, никакой критики, вообще ничего, понимаете, да, о чём идёт дальше? Дальше, эм, так, значит, я понимаю, что это как-то неправильно, но в глубине души я с этим согласен, откуда согласие идёт, анонимно, вот вы говорите, что вы согласны, откуда согласие, как бы, ну, с чем оно связано, согласие, ваш, ведь у него есть какие-то, какие-то, ну, причины, да, у согласия вашего, вот, то есть почему-то вы с этим соглашаетесь, а соглашаетесь вы с этим, потому что, ну, и так далее, и так далее, понимаете? То есть, то есть это, вот, эм, очень важный, важный момент, то есть согласие, это уже установка, так должно быть, так есть, это действительно правда, вот. То есть сперва нужно подвергнуть критике, эм, то, с чем вы согласны, вообще, а потом уже, что-то двигаться, э, двигаться дальше, э, потому что, ну, вряд ли, согласие, согласие, абсолютно, да, да, без фильтра, вот, вряд ли это согласие, оно, ну, вообще, может, дать вам что-то хорошее, да, вот, потому что, ну, потому что, это безусловное принятие, принятие, получается, и отсутствие критики, вот, понимаете? Но, я также могу сказать, что у любого согласия есть выгода, то есть, если вы с чем-то соглашаетесь, значит, вы получаете от этого выгоду, какую-то, вот, и нужно понять, нужно понять, ребятам, что вы получаете от этого выгода, что вы получаете от этого выгода, понимаете? Вот, для того, для того, чтобы увидеть, что же вы хотите, вот, ну, именно вот, для себя, что вы хотите, что вам важно, что вам нужно, и так далее, понятно? Вот, вот это, вот это, то, на что стоит обратить внимание, в первую очередь, вам, да, и уже дальше, потом уже, значит, ну, что это делать, в этом, ну, в этом направлении, скажем так, вот, до тех пор, пока у вас идет, у вас есть вот эта вот внутренняя установка, да, что, ну, я с этим, как бы согласен, да, вот с тем, что имеет место быть, ну, ну, до тех, до тех пор, вряд ли, вряд ли, вряд ли что-то у вас изменится, вряд ли, до тех пор, что-то поменяется, и вряд ли, вряд ли, вы что-то измените в своей жизни, вот, потому что есть, есть выгода у этого, выгода такая, что вы даже ее сами, может, может быть, не чувствуете, не чувствуете, не видите, не понимаете, не осознаете, вот, она, она, она есть, это выгода, вот, понимаете, понимаете, вот, и все, как бы, поэтому, поэтому, вот, в принципе, от этого, в первую очередь, нужно отталкиваться вам, вот, понимаете, ну, опять же, опять же, да, это, как бы, вот, то, что видится на нее, да, в первую очередь, то, как это видится на нее, понимаете, то есть, понятно, что, для разбора, да, для разбора, нужно больше информации, вот, это понятно, я надеюсь, надеюсь, вот, но, тем не менее, тем не менее, дальше, так, эм, ведь вроде как, логично, убедительно, но тогда мне этого не было понятно, вначале я стал просто бояться некоторых своих слов, эм, да нет, э, нет, понимаете, нет, это, нелогично, а, и неубедительно, в общем-то, эм, ну, просто, чтобы, чтобы вы, э, понимали, как обстоят дела, да, вот, это нелогично, это неубедительно, вот, это не, э, неправильно, вот, в принципе, то есть, в этом нет ничего, э, сколько-нибудь логичного, э, вот, да, там есть сама теория, вот, вы просто подумаете, а, что бы было, если бы все люди жили по, э, таким вот правилам, правилам, вот, что бы было тогда, вот, просто подумайте, подумайте об этом, это что был бы за мир тогда, понятно, да, то есть, какой, какой это был бы мир тогда, да, понимаете, да, вот, так что, логичность, э, логичность, э, того, что вы, э, значит, ну, того, что вы раскрываете, можно распорить, очень легко, вот, я полагаю, что здесь, э, нужна, э, нужна, такая именно, когнитивная терапия, вау, вот, вот, в виде, может быть, беседы, да, в виде каких-то, вот, э, ну, в виде общения, в виде разговоров, там, потому что, ну, совершенно, совершенно очевидно, что вы, э, имеете, ну, очень искаженное, э, представление о том, э, как вообще обстоят дела в своем мышлении, вот, э, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, вам нужна телевидно ориентированная терапия, может быть, ну, это опять же, э, я не знаю, нужна ли она вам или нет, э, ну, потому что, э, не очень понятно, э, как, как обстоят дела, э, у вас. Дальше, э, так, вначале я стал бояться некоторых слов, которые, по моему мнению, могли нанести мне ущерб. Ну, то есть, э, знаете, да, вот, э, это не желание брать на себя ответственность, по факту. То есть, это можно называть, в общем-то, как угодно, да, это можно называть как угодно. Э, э, но, по факту, это не желание брать на себя ответственность, вот, по факту. Вы просто не хотите брать ответственность за себя, вот, за какие-то, ну, свои действия, может быть, да, какие-то свои, э, поведенческие, э, моменты, вот, и так далее. Потому что, э, слова, да, э, никому ничего плохого не делают. Дело не в словах, а в действиях, э, понимаете? Дело именно в действиях, в действиях, ну, вот. А действия, действия, вы не предпринимаете, да, ну, либо не хотите, либо боитесь, либо что-то ещё, вот, вариантов, может быть, может быть, э, много, вот. Ага, так что, э, я думаю, что, э, такая вот история, без вас. Так, э, дальше, э, так, э, мысли я всегда прочитал, например, кто-то умер. Э, так, смотрите, вы говорите, если мысли хорошие, то бояться незачем. Э, э, страх. Страх. Это, что такое? Отсутствие контроля. То есть, если я, там, боюсь, доп, ну, допустим, допустим, да, если я боюсь, там, чего-то, что это отсутствие контроля. Вот. Вот. Отсутствие контроля. У меня. Вот. Если я боюсь, то это отсутствие контроля. Всегда. То есть, тут, как бы, вариантов, э, быть не может, больше. Вот. И, ну, как бы, возникает тогда вопрос, вопрос к вам, опять же. Так, а, как, как насчет контроля? Что? Как насчет управления собой? Кто регулирует, э, э, то, что происходит с вами, грубо говоря. Вот. Дальше. Э, э, мысли есть всегда так. Если мысленные образы на меня так действуют, то слово «умерство» тоже может быть от раненького воздействия. Вопрос. Вопрос. А, почему на вас мысленные образы так сильно действуют? Вот. Ведь у этого же есть причина какая-то. Правильно? Вот. Ну, ну, скорее всего, да? Скорее всего, есть причина. Ведь почему-то на вас эти мысленные образы вот так действуют, но на других людей, например, они так не действуют. Вот. Я не говорю обязательно, что с вами что-то не так. Я просто хотел, э, чтобы вы, э, как бы, подумали над этим. Что вы, вы имеете дело, да, вот, со своей, э, собственной реакцией, со своим, собственным, э, э, ну, реагированием. Знаете? Вот. Вот. Но у этого реагирования есть свои истоки, на которые вы, э, в данном случае, вот здесь, внимания вообще никакого не обращаете. А принимаете, как бы, ну, как данное, то, что есть. Дальше. Ведь я не знаю, какое конкретно слово из прочитанной сразу может оказать эффект. А почему должно оказывать эффект? Вообще. Вот с чего оказывать эффект этой фразы? Ну, на вас. Как-как. Понятно? То есть это вот, э, э, те моменты, о которых, э, я говорил. То есть нет крит, критичного мышления здесь у вас. Так, э, дальше, значит, будем отбиваться от самого опасного умера. Опять же, что значит отбиваться? Что значит отбиваться? Если вы хотите умереть, например, то вы так или иначе умрете. Если вы не хотите умереть, то вы не умрете. Вы можете бояться смерти. Ну, есть вот у людей, да, страх смерти. Но этот страх смерти не возникает не просто так. Люди боятся смерти, потому что с ней у людей связаны какие-то чувства, эмоции, воспоминания, ассоциации и так далее. Понимаете? Вот момент, э, просто прочувствуйте момент. Вот этот вот. Ну, который я вам, э, говорю. Да? То есть не бывает страха просто так. Бывает страха именно просто так. Дальше. Эм, так. Эм, так. Эм, так. Эм, так. Потом это переносло в реальные проявления. Например, я сказал кому-то, что я забыл что-то, забыл. После этого целый день ничего не могу вспомнить. Даже самые элементарные вещи, пока не сделаю исправление. А исправление это что? Это вот опять же похоже на навязчивую мысль. Эм, ну, в контексте исправления, да, это похоже на навязчивую мысль у вас. Эм, нет ничего удивительного в том, эм, нет ничего удивительного в том, что, эм, вы, переносите ответственность. Эм, эм, себя на, ну, соответственно, на другую, ну, на, на, на другую. Вот. То есть, у вас ответственности ноль, у вас ответ, ответственности у вас вообще никакой, никакой. Нет. Вот. Ну, своей я имею ввиду, собственной ответственности. Вот. И, соответственно, раз нет ответственности, да, вот. Ну, значит, соответственно, эм, всё, эм, от вас ничего не зависит. Вы не хотите, чтобы от вас что-то зависело. Вот боитесь, там, неудач, например, в глубине души, в глубине души, это всё связано с тем, что вы боитесь неудач, эм, что вы не принимаете себя таким, какой вы есть. Вот. Эм, дальше, соответственно, нет критики, да, эм, есть согласие с тем, что слова на вас влияют. Вот. Есть, эм, соответственно, такая цепочка, что какие-то образы могут вызвать у меня, да, вот вы тут пишете, что если мысленные фразы на меня так действуют, то и слово «умер» можно допустить аутотренинговое воздействие. Вот. То есть, нет анализа причин, есть только работа в соследствии. Ну и исправление, это вообще очень интересная история, то есть, может быть, вы поясните, что это такое. Вот. Исправление, как можно исправить, например, то есть, кто-то забыл. Ну, единственное основе в исправлении. А исправляет кто? А-а-а, аноним. Кто исправляет? Ну, вот вообще, по жизни, кто исправляет? Кто занимается постоянно исправлением? Вот. Кто? Ребёнок. Ребёнок от строгого родителя, критикующего, там, ругающего родителя. Вот. Дальше. А-а-а, так, пришло понимание, что это только реакция на свой страх. А боитесь вы чего-то, а вы того что хотите, но запрещаете себе. А-а-а, эффекты остались, если потом что-то заболеть, чувство нарастающего недомога. Ну, опять же, опять же, знаете, вот это всё, да, свои желания вы, как бы, сами не реализуете, да, то есть, вы не являетесь источником того, чего хотите. Вместо этого вы используете слава. Вот вы не думали о том, да, что вас ведь во фразах, ну, каких-либо задевает не всё. То есть, вас же не всё задевает во фразах. Если вы прочитали, например, сотни человек пошёл по парку и, как бы, там, с ним случился несчастный случай, да, он погиб. Вы же не идёте по парку. И образ парка, образ парка у вас не появляется. Почему-то, вот. Вы чувствуете только воздействие определённого слова, которое отзывается у вас. Вот. Ну, я надеюсь, мы не будем с вами настолько наивны, чтобы считать, чтобы считать, что это случайно. Это закономерно, у этого есть причина. Дальше. Так, если я думаю, что что-нибудь хорошее, вдруг упадётся в поле зрения человека предмет, или услышу что-либо, ассоциируется с не очень приятным. Там мгновенная мысль, сложно в голове отличить просто мысль от слова. А вот, понимаете, в том-то и дело, что слова – это только то, что вы говорите, языком, ртом воспроизводите. А мысль – это всё, что вы, это внутренняя речь. И поэтому у нас всегда такая проблема. Тут внутренняя речь – это правда у нас постоянно. И она идёт всё время. И она ни на что не влияет. Думать можно кто-то угодно. Говорить – нет. А вы себе запрещаете, получается, даже думать. Настолько вот у нас это подавление имеет место быть. Вот вы пишите опять. О возможном загрязнении, смешивании хорошей мысли с неприятным. Делают свои дела. Откуда этот термин? Откуда эти, ну, конструкты у вас? Откуда вы их взяли? Если ничего не исправить, то эта хорошая мысль моментально будет связана с неприятным. Ассоциациями как исправляться? Почему связаны с неприятными ассоциациями? Сейчас же, да, вопрос возникает. Следующий раз, когда я буду, когда я подумаю об этом для хорошего, первым делом получу не положительные эмоции, а ворох тех самых негативных ассоциаций. Возможно. Но негативные ассоциации возникают почему? Потому что не проживает, не проживает до конца определенный момент. То есть он не проживает до конца, он не проходит весь цикл, он не завершается. То есть незавершенность. А вот. А что было незавершенным у вас в школе, например? Это первое. Второе. Допустим. 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 Ну хорошо. Они пришли. Окей. Как вы? Для себя? Или может быть не как вы, а какой вывод для себя вы можете сделать? Так вот неприятная ситуация, что мне нужно сделать, что мне нужно поменять? То есть это не исправления как таковые на самом деле. Вот. Это не исправление. Вот. Это именно коррекция поведения своего, ну вашего. Ваша коррекция поведения. Понимаете? Вот. То есть вы опять же воспринимаете вот эти вот неприятные обстоятельства, как что-то самостоятельное. При этом не желая с ними ничего делать даже. Хотя делать в общем-то надо. Вот. Вот. Ну выводы какие-то делать. Да? Так. То есть о чем говорит приход неприятной конструкции? Не о загрязнении и о смешивании, а о том, что вас это как-то задевает, что вам это как-то неприятно. Знаете, вы выставили огромный барьер из когнитивных нагромождений, когнитивных конструктов для того, чтобы не развиваться самому, а самому оставаться в инфантильном детском коконе. Для чего? Большой вопрос. Так. Я не могу ни расслабиться, ни остановиться. Все эти исправления съедают меня и весь мой день, и все усугубляется, и слоняется. Ну, опять же, это связано только с тем, что, по вашему мнению, это происходит отдельно от вас. То есть есть вы, есть исправление, есть ассоциация. Но исправление – это ваша субъективная оценка тому, что вы делаете. Не более того. Оказывается, и цифры, и числа имеют свои, точнее, мои ассоциации. И они связаны, опять же, с ничем-то не завершенным. Почитать можно абсолютно все, причем невольно или случайно. Я по дому могу делать что-либо даже по дому. Почему, да? Откуда такое? Откуда такое желание сейчас? Навязчивая идея, навязчивая мысль. А это, как я уже сказал, запрет. Терапии особо не помогали. Какие терапии? Медицинские препараты, антидепрессионы. Так у вас не депрессия. Вот. Была идея, если надо найти причину этого хаоса, то что она распадется, я долго накопался в себе. Не вам в себе нужно копаться, а работать с психологом нужно. Я не знаю, зачем вы копались в себе. Что вы надеялись найти? Вообще, занимайтесь самолечением. Когда я занимаюсь аутотренингом, то я вижу, что мое мысленное слово со мной запускает воздействие. А зачем вы занимаетесь аутотренингом вообще? Для чего вам это нужно? А вот. А мое мысленное слово со мной запускает воздействие, а все мысленные слова, кроме смысла, ничем не отличаются, то любое мое слово мысленное также может запустить аутотренинговое воздействие даже без моего желания. Ох вы и нагромозили аноним, ох вы и нагромозили. Как же у вас столько времени есть, думать об этом? Так, давайте еще раз. Значит, мое мысленное слово само запускает воздействие. Есть ошибка. Мысленное слово это синкрет. Мысленных слов не бывает. Да? Потому что мысли, тогда что мы думаем про себя. Про себя думаем мы в виде слов, но словами это не является. Потому что слова это только то, что мы говорим. Да? Вот. Дальше. Немыстренное слово запускает воздействие. Вы запускаете воздействие, потому что вам это нужно. Вы этого хотите. Сами. В глубине души вы этого хотите. Заметьте, вы же не говорите про свои желания, вы ничего не говорите про свое отношение к себе, про то, как вы себя воспринимаете. Ничего этого нет. Есть только вот это. Эммм, так. Все мысленные слова, кроме смысла, ничем не отличаются. Опять же, мысли. Мысли. Да? Они, с точки зрения, как бы, ну, техники, вида, они одинаковые. Это импульс. И мысль отличается только с мыслом. Это так. Почему вы считаете, что они должны чем-то еще отличаться? Для меня загадка. Мысли отличаются частотой, длительностью, эмоциями, которые вызывают, ну, которые они вызывают. Но вы почему-то здесь все эти отличия не рассматриваете, опять же. То есть, вы видите вот только то, что вы хотите видеть, только то, что вам нужно. И все. Вот больше вы ничего не видите. Такое впечатление. Так. Дальше. Любое слово мысленное также может допустить аутотренинговое воздействие даже без моего желания. Нет. Нет. Вот это бег от ответственности. Понимаете? Ни одно, ни одна мысль, ни одно слово не запустит никакое действие, если вы этого не хотите. Понимаете? Если за этим не кроется ваше некое глубинное желание, ни одно слово не запустит аутотренинговое действие. Ни одно. Если запускает, если запускает, как вы говорите, вот без вашего желания, значит желание есть, просто вы его не осознаете. Вот. Какое-то такое более глобальное, более такое, ну, глубокое желание, которое вы себе подавляете. Вот. Опять же говорю, подумайте о выгоде. О выгоде всей этой истории. Вроде убедительно, но что-то не то. А в результате ничего с этим сделать не могу. Да не убедительно это. Не убедительно это. Вообще не убедительно. Но это не отвечает ни на один вопрос. Мать. Так и прошли все мои лучшие годы в поиске решения. Ну, решения здесь такого единоразового, да, решения нет на самом деле. Это работа. Работа по поиску себя. Работа по восстановлению фильтров, особенно по созданию. Работа по выработке отношения к себе, по взятию ответственности и так далее, так далее, так далее, так далее. Хоть еще чуть-чуть поднажать и найду ответ, как это все решить. Но это инфантильная позиция волшебного рецепта. А его нет. Пытался скрыть от родственников, не опишировать. Они, конечно, знали о проблеме, но не настолько, по-видимому, не догадывались. В итоге ни друзей, ни знакомых пришлось даже идти с работы. А почему, почему так? Почему учились с работы, почему ни друзей, ни знакомых? Чем родителям спокойно не даете? Чем проблема, если хотя бы ради родителей жить отдельно? Вроде бы просто не делать ни друзей с убителем, хотя бы мне до сердца с ними согласны. Ну, вот ключевой аспект, что вы согласны с ними. Погнать согласны, будете следовать, вам это выгодно. А не делать и не следовать мощно можно только в том случае, если у вас есть своя вот чёткая цель, своя чёткая структура и уверенность в себе. Вот, отсутствие подтворить. Получив неприятные эффекты, отступаю. Почему отступаете? Из-за эффектов неприятных. Почему отступаете? Как вообще получается, что вы эти эффекты называете неприятным? Это же ваша оценка. Это же ваша субъективная оценка. Вот. Особенно неприятно испортить свои положительные образы и ассоциации, которые хоть какая-то рада жизни в жизни. Да нет. Получается, что нет. Получается, что это не положительные образы и ассоциации. Получается, что это всё иллюзия, потому что вы можете испортить. Но, грубо говоря, если я люблю там, например, автомобили, да, и я вижу, как, допустим, или читаю, как автомобиль убивает там, например, близкого мне человека, то да, мне человека будет жаль, да, я буду страдать, я буду плакать по нему, по нему. Но я не перестану любить автомобили, потому что я действительно люблю. То есть, если положительный образ действительно положительный, а не иллюзия, то его ничто не испортит. Никто и ничто. Тупиковая ситуация какая-то. Так, ну, здесь понятно. Здесь вы играете в психологическую игру тупик. Можете почитать об этом в интернете, я думаю, найдёт, найдёт. Не знаете, куда двигаться дальше? Куда двигаться дальше, чтобы что? Как избавиться от этой проблемы? Избавляться от проблемы не нужно, её нужно раскрыть. Ваша основная ошибка в том, что вы отделяете себя от проблем. То есть, как бы, есть я, да, есть я, есть эта проблема и всё. Я считаю, что это, ну, несколько разных категорий. Это ключевая ошибка, потому что категория одна. Только. Категория только одна. Одна. Вот. И всё. Это вы. Категория это вы. И, соответственно, до тех пор, пока вы не перестанете, значит, отделять себя вот этой проблемой, и до тех пор, пока вы не перестанете стремиться избавиться от проблем, она отнять к ней прислушиваться и видеть её, просто видеть её, изучать её. Спросите себя, а для чего мне это нужно? Зачем мне это? Да. Вот. Вот. До этих пор, ну, я бы сказал, что ситуация будет так у вас продвигаться. Вот. Понимаете? Нужно лечить, если у вас есть диагноз. Антидепрессанты, антидепрессанты, это не лечение как таковое. Антидепрессанты, это просто раскрытие, как бы, ну, ваших ресурсов. И всё. А лечение, это вообще другая история. Вот вы вам антидепрессанты прописали, вам нужно было в этот момент проходить активную психотерапию. Вот. Почему вы этого не делали? Для меня загадка. Вот. И объяснение здесь только одно. Что вам это было выгодно. Выгодно. С чем-то. С чем-то вам это было выгодно. С чем, это уже детально. С чем, это уже нужно разбирать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.